Здравствуйте На компьютерах, в банках В магазинах и госучреждениях Теряются именно мои документы Таксист со мной попадает в аварию Нет работы никакой К моим 39 годам Хотя окончил аж два института Вынужден перебиваться Случайными заработками Типа отремонтировать что-то Починить что-то И на эти крохи приходится жить Ну и с женщинами конечно Все как говорили мои родители У меня не было отношений Более трех месяцев Меня тупо бросали Хотя не уродлив, не пью, не курю Хожу в зал Бывало даже незнакомые женщины Делали мне комплименты на улице Но стоило Было только завести отношения Они меня бросали Что интересно, всякие маргиналки Алкоголички с детьми от разных мужей Очень мною интересуются Иногда иду по двору И могут мне подвыпившие мамаши Кричать что-нибудь типа Молодой человек Не проходите мимо Вы уже пять лет живете в нашем дворе А ходите мимо нас Или где-то в баре Или кафешке Ко мне обязательно подсядет Какая-нибудь пропитая шалава И начнет рассказывать Как ей одиноко Как ее мужа посадили в тюрьму И как у нее дома Деточки без папы страдают И телефон мой начнет просить И так далее Что это? Родительское проклятие Прекрасно Значит Так и есть Это родительские сценарии Есть такие сценарные запреты Родительские сценарии Родители нас программируют С того самого времени Как мы Начинаем понимать человеческую речь Развивается сознание Вот с этого момента Закладываются Ментальные программы И вот да Здесь В этом случае Родители закладывали Негативные ментальные программы Наше сознание Подсознание наше Это помойка И Вот У нас Формируются Такие помойшные Идеалы Идеализации С ними действительно Трудно бороться Трудно их преодолевать И они могут Вообще Всю жизнь человека Сопровождать Но это не значит Что невозможно С ними справиться У меня есть Прекрасные рассылки Там я Объясняю Многое Это письма перемен Например То есть Вот сегодня Ты лузер И нищий брод А завтра Ты успешный И богатый человек Все возможно Это только жизнь Дается один раз А шансов Стать успешным Состояться Много Они всегда есть И мир Это изобилие Почему Женщины Только такие Встречаются Потому что Других нет В вашем подсознании Но это ведь Не означает Что их нет Вообще В природе Не существует Конечно Они есть Вот видите Тут такой Как бы Солепсизм Со знаком Минус То есть Мы видим Мы встречаем Только тех людей Которые есть В нашем подсознании Как только Вы себя Перепрограммируете В вашем подсознании Появятся И хорошие женщины Умные Добрые С Правильной Системой Ценностей Умеющие Формировать Пространство Любви Знающие Правила Общения С любым Мужчиной И так далее В общем Хорошие Женщины И Вы тогда Их сможете Видеть И Они будут Видеть Вас А пока Вот так Подсознательно Подсознательно Вы Выбираете Себе Вот таких Родительский Сценарий Это и есть Проклятие Да Это и есть Родовое Проклятие Можно сказать Кармическое Такое Такая Вещь Да Вот И Но это Можно преодолеть Все Я вас Уверяю Что Вот есть Ну Там Разные Проблемы Есть У вас Такая У вас Программа Программа Неудачника Лузера Программа Вот Страдания Заложена Нужно Себя Переформатировать Нужно Перезагрузить Себя Вот И То что Вы Слышали Постоянно То что Вам внушали Вот этим Вы и Руководствуетесь Поэтому Взять Себя В руки Взять Ответственность За свою Жизнь На себя Пройти Психотерапию И Вперед Жить Счастливо Достичь Всего Стать Отцом Семейства Главой Семьи Жениться На женщине Хорошей Выставить Отношения С ней Воспитывать Вместе Детей Счастливых Зарабатывать Деньги Хорошие Ну Жить Полноценной Жизнью Все Это Возможно И Для Вас Тоже Это Возможно Родриго Для любого Человека Это Возможно Нет Ничего Невозможного Кажется Что Это Все Не Про Вас Да Но На самом деле Психотерапия Творит Чудеса И Я Тоже В этом Участвую Как Такой Волшебный Помощник Помогая Людям Помогая Поэтому Поэтому Перепрограммировать Новые Поменять Убеждения Все есть Для этого Все есть Просто Нужно Начать Нужно Начать Заниматься Нужно Обратиться За помощью И Пойти Психотерапию Все И Сколько Это Может Занять Вот Интенсивная Психотерапия Погружение Работа Со Своими Негативными Установками Негативными Убеждениями Психотравмами 3-6 Месяцев Все Потом Заметные Изменения Улучшения Начнутся Вы Сами Сами Будете В шоке Сами Удивитесь И Сейчас Вы Неудачник Вот Правильно Вы пишете Да Ломается Все Там Есть люди Которые Деньги Теряют Притягивают К себе Воров И так Далее Теряют И теряют Теряют И теряют Деньги Хотя У них Есть Такие Способности Зарабатывать Деньги Хорошие А они Теряют Заработают И теряют Или отдадут Сами Кому-то Вот Вот эти Программы Это стоят Программы Родительские Сценарии Сценарные Запреты Поэтому Надо Это все Проработать И тогда Уже Ничего Не будет Ломаться Вот И вы Ничего Не будете Терять И кроме Того Я хочу Сказать Что Вот видите Вы сами Здесь Пишите Прекрасно Да Осознаете Вы это Или нет Но сила Мысли Какая Сила Ментальной Программы То есть Вы С помощью Своей силы Сила Мысли Вы можете Влиять На реальность Но это Какое Влияние Но деструктивное Но разрушительное Вы Можете Влиять Позитивно Созидательно Вот То есть Притягивать В свою Жизнь События Которые Будут Делать Вас Счастливым Прекрасным И это Вы Вы уже Почувствуете Сами И это Почувствуют Другие Люди Вот Я По себе Это знаю Как Я себя Чувствую Прекрасно Просто Везде Себя Чувствую Королем На именинах И люди Так же Ощущают Просто Вот Свет Идет От меня И все Чувствуют Этот Невидимый Свет Который Идет И мне Об этом Говорят Прямо Надо же Удивительно И Все Как бы Преображается Вокруг Вот Такой Эффект Позитивного Мышления Позитивных Установок Позитивных Мыслей Любви К себе Вот Когда Мы Создаем Это Пространство Любви И Действительно Меняется Все Меняется Отношение Самое Главное Ваше Отношение К миру И к людям Меняется Это самое Главное Потому что Действительно Вот эти Идеализации Очень Являются Большим Препятствием На пути К счастью К успеху К богатству К процветанию К счастливой Семейной Жизни И Но это Над этим Можно и нужно Работать Есть техники Есть упражнения У меня это все есть Я вам все это дам Это И Вы можете Самостоятельно Это Делать А можете Под моим Чутким Руководством Так что Вот у меня Учатся Люди Ученики Мои Прекрасные Все больше и больше Учеников У меня И Все отлично Все отлично Справляются Исцеляются Меняются Жизнь Люди Богатеют Пару Себя Находят Кому Что надо Кто Кто-то Богатеет Кто-то Начинает Свой бизнес Кому-то Начинают Больше платить Кто-то Переезжает В другую Страну И так далее И так далее Ну в общем Все желания Которые есть По Приоритетности Они Исполняются Кто-то Хочет Семью Создать Создает Семью Кто-то Хочет Самореализации Тоже Само Вот Уверенности Хватает Уверенности Самореализуется Потому что Я вижу Со стороны Я вижу Я могу Сказать Как все есть На самом деле И Всегда Вот Самый широкий Взгляд Взгляд со стороны Взгляд психолога К тому же Это не Не просто человек Который Смотрит со стороны Обычно у нас Люди что Оценивают Судят Да Выискивают Блох Там разных Вылавливают Блох И недостатки Психолог Вот я Буду о себе Говорить Психологи Тоже Разные Как и в любом Деле 70% И в психологии Тоже Это Это люди Которые В общем Не соответствуют Своей специальности Своей Профессии Своей должности Вот Посредственные Люди Посредственные 70% В любой Сфере Это Посредственные Люди Хоть Взять Научные Круги Любые Да Любые Вот Так Увидеть Со стороны Так вот Что я вижу Я вижу Лучшую Лучшую версию Человека Я вижу Душу Я вижу Способности Я вижу Я вижу Сильные Стороны Сильные Стороны И слабые Конечно Вижу Но слабые Как правило Человек сам Тоже Осознает Но И сильные Стороны Я вижу Вот Очень Очень Хорошо Так что На консультации Вы Тоже Развинете Вот эти Рамки Видения Себя Границы И Сможете Расширять Своё сознание Меняться Меняться И Вытаскивать Себя Из этого Болота И Сможете Начать Новую Жизнь Да Да Сейчас Кажется Это Невозможным Два Образования Видите Ничего Не даёт Образование Оказывается То есть Оно На самом деле Вы просто Не используете Его потенциал Этого Образования Почему Уверенности Не хватает Опять Программы Ограничивающие Да Я не достоин Этого Вот У меня Была Ученица Одна Прекрасная Женщина Просто Вот Замечательнейшая Отказалась Сделать Карьеру И Стать Директором Крупной Компании Вот Потому что Считала Что она Недостойна Этого Значит Что Сами Себе Ставим Палки В колеса Сами Себе Препятствуем И есть Люди Которые Последственные Ограниченные Недалекие Ну Видно Но Они Уверены В себе И Они Считают Что Они Достойны Вот Они Становятся Там Редакторами Телеведущими Депутатами Министрами Все Вот Я об этом И пишу В Письмах Перемен Что Жизнь Любит Не умных Жизнь Любит Смелых Смелых Уверенных В себе Все А умные Прозябают Вот Два Образования Высших А С хлеба На квас Вот Нищеброд Ну Куда Это Годится Значит Надо Сформировать Новое Представление Себе Да Новую Установку Дать Себе Позитивно На Уверенность В себе Все у меня Есть Для этого Обучу Научу Ну Ваша Задача Друзья Мои Дорогие Мои Зрители Ученики Мои Будущие Я Ваша Задача Разрешить Мне Позволить Мне вам Помочь Я с удовольствием Это сделаю Используя Весь Свой Багаж Знаний Потенциал Арсенал Средств Техник Упражнений Приемов Школ Направлений Психологических Психотерапевтических Вот Просто Позвольте Мне вам Помочь Разрешите Мне Вам Помочь И вот Мы пойдем Вместе Рука Об руку Вот этот Путь Проделаем Вместе И Дальше Вы сами Уже Пойдете С гордо Поднятой Головой С крыльями За спиной Полетите И Все будет Супер Вот Но для этого Надо Обратиться За помощью Надо Попросить О помощи По другому Не получится Вот Тоже Я вот Здесь Все вижу Что вы Говорите Вот Есть Эти Идеализации Пропитая Шалава Отношение К женщинам Да Потом С детьми Тоже Вот Надо Поработать Надо Поработать Все будет Хорошо 39 лет Ну это Это еще Возраст Это уже Начало В принципе Возраста Акме А так Человеческий Интеллект Расцветает Во сколько В 45 лет В 50 лет Это Вот Интеллектуальное Акме Если человек Себя Конечно Не уничтожает Там Алкоголем Наркотиками Тяжелым Монотонным Постоянным Трудом Не Находится В постоянном Стрессе То Наоборот Читает Книги Размышляет Занимается Своим Интеллектуальным Развитием Работает Над собой То К 50 Годам Это Интеллектуальное Акме И все Ему Под силу И он Может Вот Как раз Жизнь Очень круто Может поменяться Как раз И все Придти Его жизнь Все Все Что он захочет И горы Золотые Да Но Поэтому Время Пришло Время Пришло Время Изменить Свою жизнь Тем более Если вы уже Мне пишите Здесь Такие Долгие Такие Длинные Комментарии То Видимо Уже Накипело И Мы уже Многое Осознали Да Родители Конечно Оскорбляли Самый тупой Слабоумный Ребенок На свете Вот Программировали Программировали Так что Вперед Из песни Кстати Насчет Песен Вот Сейчас У нас Вышла Песня Новая Это В рамках Проекта Нашего Международного Проекта Музыкотерапия Тоже Беспрецедентно Это все Так Круто По-моему Гениальную Песню Мы Сочинили И Вот Идея Воплотилась Это Просто Восхитительным Гениальнейшим Образом Фейковый мир Песня Называется И Фейковый мир Это ведь Мир Который Нас окружает Смотрите Религия А что Такое Это же Фейк Фейк Фейковый мир Там говорят А там чего нет Этого не существует Это второстепенно Это все не нужно Масс-медиа Это фейки Сплошные Какие-то новости Которые новостями Не являются И Информация Которая нам Не нужна Второсортная Второстепенная Не имеющая Отношения К нашей жизни К жизни Ну Каждого В отдельности Ненужная Запугивают Там Ну где-то Самолет упал Ну и что Там еще Что-то Пишут Горы Мусора Фейки Фейки Да Сплошные Отвлекаются Себя Кстати говоря Вот насчет СМИ Почему Вы их смотрите Да Для чего Вы их смотрите Почему им нужно Чтобы вы Их смотрели Даже Не важно Соглашаетесь Вы с этим Или нет С тем Что Они говорят Если вы Соглашаетесь Их смотреть То это Уже Согласие На то Чтобы Вами Манипулировали Чтобы Вам Навязывали Определенную Повестку И Чтобы Вам указывали Как Распоряжаться Вашим Временем То есть Вас уже Подсаживают На эту Игру Поэтому Я говорю Не смотрите СМИ Не смотрите СМИ СМИ Телевизор Вот эти Журналисты Телеведущие Телешоу Это Способы Манипуляции Сознанием Отвлечение Вас От реальности Это Фейк Фейк И Ваша Жизнь Она Вы ее Профукаете Просто Это Превращение Жизни В дерьмо Вот Чем Они Занимаются Поэтому Думайте О себе Читайте Серьезные Книги Медитируйте Живите Спокойно Спокойство Это Любовь Генерируйте Культивируйте Вот Эту Любовь Себе Любовь Это Здоровье Пространство Любви Познавайте Себя Реализуйтесь И так далее Что еще Фейк Политика Фейк Политика Это Фейк Это Бесконечный Обман Людей Люди Хотят Обманываться Так же Как и в Церкви Обманывают Людей Люди Хотят Обманываться Верят И Приносят Себя В жертву Это Как раз Фейки Создают Из людей Жертв И Это И Нужно Для Системы Власти Подчинения Потому Что Тот Кто Подчиняется Это Жертва Дальше Что Еще Фейк Конечно Система Образования Тоже Она Не Учит Тому Что Действительно Следует Знать И Многие Те Кто Смотрит Наши ролики По психологии Психотерапии Понимают Вот этому Понучить В школе Вот отношения Те Что Цель Системы Образования Формировать Марионеток И невротиков А не Психически Здоровых Успешных Сильных Самостоятельных Людей Умеющих Решать конфликты И Жить своей Жизнью И Быть Собой И Брать Ответственность На себя Ну И Вот То О чем Звитер Пишет Тоже Родительские Сценарии Это тоже Фейка Вам рассказали Родители Сказали Вы тупой Слабоумный Ни одна Баба Не посмотрит Опять баба Да Вот отношение К женщине Формировалось Как к бабе Шалаве Да Вот тоже Вот вы таких И видите Баб Шалав Есть прекрасные Женщины Очень Очень хорошие Женщины И Их Никак Баба Или Шалава И не назовешь Наоборот Королева Богиня Я Помогаю Женщинам Тоже стать Королевами Богинями Вот У меня Становится Начинают Себя Оценить Что Формируется Чувство Собственного Достоинства Социальной Значимости И Адекватная Самооценка Это главное Вот Не сформировали Так вот Это тоже Фейки Родительские Сценарии Но Вот все Эти Фейки Которые Я Перечислил И многие Другие Которые Еще Не Перечислил Ломают Людям Жизнь Ломают Идеологии Ломают Людям Все Идеологии Идиотские Дурацкие В том числе Религиозные Ломают Людям Жизнь Вот О чем Идет Речь То же Самое Это Есть Внушение Это Есть Психологическое Воздействие Это Есть Манипуляция Сознанием И вот Родители Вами Проманипулировали Не научили Себя Любить Ценить Быть Самостоятельным Не сформировали Позитивные Программы Ментальные Системы Ценностей Мировоззрения Уверенность В себе Чувство Доверия И так далее Вы Руководствуетесь Фейком Но тогда И жизнь Будет Фейком Сплошным Вы Не живете В реальности Вы Не видите Эту Реальность А Реальность Это Изобилие А Реальность Это Прекрасно И Пропаганда Смотрите Тоже Фейк Вы Думывают Врагов Себе Кстати Воспитательные Письма Казалось бы Это О том Как правильно Воспитывать Детей А ведь Все От воспитания Зависит Все Зависит От воспитания Как воспитать Человека Поэтому Гениальные Умы Человечества Генерировали Что Мысли Идеи Но Эти идеи Надо еще Ими надо Их надо С ними Ознакомиться Их Надо Воспринять Их Нужно Осмыслить Осознать Принять Правда Ведь До этого Тоже Надо быть Конгениальными По крайней мере Да Конгениальными То О чем Там Писали Индийские Философы И Древнегреческие И Кант И Ницше И Шопенгауэр И Джиду Кришнамурти И так далее Вот У нас У нас же все не при этом Нам Совсем другое насаждается Совсем другое И получается Что жизнь Не фейк И Поэтому Ее и не ценят Поэтому И с ней И обращаются Как с дерьмом Вот Так что Вылезайте Из дерьма Вылезайте Из дерьма И Станьте тем Кем вы можете стать И кем вы должны стать А должны вы стать Счастливым человеком Успешным Здоровым Богатым И самореализоваться И Прожить хорошую Полноценную Долгую Радостную Жизнь Прикоснуться к своей душе Жить жизнью души Полюбить себя А наша душа Это Источник Счастья Источник Радости Света Праздника Веселья Наслаждения Вот Поэтому Не живите Фейками А живите Любовью Любовью к себе И Именно Любовь к себе Вас подтолкнет На путь Психотерапии И Изменений В своей жизни К лучшему Вот Я вам сейчас Включу Давайте Послушаем Этот Припев Песни Новый Субтитры 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 Субтитры